Добрый вечер! В эфире первый в новом сезоне выпуск программы «Тем временем». Я Александр Архангельский. Тема сегодняшнего выпуска нашей программы – издатели, писатели, читатели. Прежде чем я начну разговор с моими уважаемыми гостями, давайте вместе с ними посмотрим сюжет. Бумажная книга – сегодняшняя основа традиционной культуры. Электронная книга – завтрашняя. Но бумажные книги продаются все хуже, а электронные пока не приносят издателям и авторам денег. А если учесть, что Россия едва ли не единственная из развитых стран, где отменено льготное налогообложение на книги, то очевидно, что для издателей с начала нулевых была проложена узкая дорожка – укрупняться. Только огромные мощные сети могут дотянуться до магазинов в самых дальних уголках страны. Только гиганты могут обеспечить авторам реальное присутствие в большой литературе. Средние поглощают маленьких, большие поглощают средних. Очень трудно делать ставку на эксперимент, на нестандартную прозу и поэзию. Объективно побеждает логика усреднения. И все же в последние годы разнообразие книжной продукции поддерживалось жесткой конкуренцией нескольких крупных издательств. Воюя за репутацию и аудиторию, они рисковали, делали ставку на современную русскую прозу, которая нечасто приносит хороший доход. Но в начале лета на Нью-Йоркской книжной ярмарке, где Россия была главным гостем, издатели объявили о том, что произойдет сложное, неоднозначное, но все-таки объединение главных издательских домов страны. Боливар не вынес даже двоих. Рынка на всех не хватило. Но любая монополия при всех ее ресурсах находится в зоне опасности. Слишком велик соблазн застоя. И куда расширяться дальше? Что это сулит читателям, писателям, библиотекам? В каком положении будут маленькие издательства? Может ли государство повлиять на ситуацию, не затаптывая рынок? Возможно ли создание альтернативной системы распространения книг, параллельной сетям монополистов? Об этом размышляют гости в студии программы «Тем временем». С удовольствием представляю моих собеседников. Александр Михайлович Кондаков, директор издательства «Просвещение» и вице-президент Российского книжного союза. Добрый вечер. Добрый вечер. Олег Евгеньевич Новиков, директор издательства «Эксмо» и тоже вице-президент Российского книжного союза. Здравствуйте. Добрый вечер. Владимир Викторович Григорьев, заместитель руководителя федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, собственно, книжной отрасли в вашем видении. Добрый вечер, Владимир Викторович. Добрый вечер. Ольгерд Маркович Липкин, директор издательства «Текст». Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Керентьевич Иванов, главный редактор издательства «Адмаргеном». Добрый вечер. Добрый вечер. Олег Евгеньевич, завершилась Московская книжная ярмарка. И вы представляли обновленный доклад Российского книжного союза о том, что ждать отрасли. Вот чего нам, читателям, ждать? В целом выставка показала, что хороших книг меньше не становится, более ста тысяч наименований книг в год. При этом, в целом, действительно, на рынке происходит снижение интереса к чтению. В первую очередь, к чтению бумажных книг ежегодно продажи сокращаются на 5-7%. Такая же тенденция, судя по всему, будет и в этом году. А электронные книги, действительно, которые набирают популярность, пользуются спросом. Они в основном находятся в так называемом пиратском рынке. Их скачивают, но деньги ни до издателей, ни до авторов не доходят. И в целом, это сегодня основная угроза рынку, что завтра наши российские авторы перестанут зарабатывать, перестанут писать. И мы будем читать только произведения популярных западных писателей. Государство, в общем, по большому счету, практически уже не влияет на рынок. В том смысле, что более 90% выпускаемой продукции, это выпускается частными издательствами. Что, собственно, хорошо. Это конкуренция, и эта конкуренция ведет к тому, что предложение для читателей все время растет. С точки зрения, в общем, структуры, жанровой структуры выпуска книг в стране, то мы, в общем, представляем себе нормальную европейскую страну. И это здорово. А предложения, которые имеются для читателей, ну, приводят в восторг любого даже, так скажем, продвинутого американского издателя, который приезжает в Москву и посещает наши книжные магазины. Ну, а дальше мы приступаем к проблемам. Да, проблема – это потеря интереса к чтению подрастающего поколения, проблема – пиратство, несовершенство действующего гражданского кодекса, точнее, четвертой части этого гражданского кодекса. Ну, и одновременно есть шаги, которые у нас со стороны и сообщества, и со стороны, в общем-то, правительства, которые вселяют в нас оптимизм. В августе сообщество электронной коммуникации договорилось с Министерством связи, как будет происходить работа по так называемому созданию черных списков тех сайтов, которые, значит, в нарушении закона об охране детства являются угрозой для подрастающего поколения. Я думаю, что на базе вот этого договоренности мы уже с книжным сообществом подготовим предложение по борьбе с пиратством. То есть первый шаг в этом роли не сделан. Я хочу зрителям сказать, что у нас тут вице-президент не только Российского Книжного Союза, но и Ассоциация Независимых Издателей, это Александр. Вы не гигант. Ваше издательство не гигантское, но любой читатель интеллектуальной литературы и ваше издательство прекрасно знает. Вам каково живется сегодня? Я думаю, всем живется непросто. Скорее, я хотел бы о позитиве говорить. Для меня, например, позитивным в последнее время является то, что на смену сетевой торговли книжной во многих местах опять возрождаются независимые книжные магазины. И вот наш Альянс как раз пытается поддержать это начинание. Например, совершенно прекрасный книжный магазин в Перми. Несколько хороших книжных магазинов возникло в Новосибирске, в Смоленске, в Санкт-Петербурге уже около 10 независимых книжных магазинов. Независимые магазины хороши тем, что они предлагают совершенно другую установку чтения, чем сетевые магазины. Люди потеряли всякую надежду на то, что они увидят в книжных магазинах действительно книги, а не товарные массы, после уже 10-летней господства сетей на нашем рынке. Поэтому, когда, например, человек оказывается в магазине типа Петровский, он просто удивлен, потому что он никогда этих книг не видел. Квалификация продавцов, умение общаться с покупателями на гуманитарные темы, а не на тему скидок, дискаунтов 2 за 3 и так далее. 3 за 2. В вашем, мне кажется, адресу сейчас ответить. Это создает то, на чем я построил наш разговор. Потому что проблема книжной сферы – это не столько проблема бизнеса, сколько, на мой взгляд, проблема утрата гуманитарных ориентиров в этом поле. У нас 100 тысяч названий называется эта цифра, но, послушайте, у нас в эту цифру входят брошюры ведомственные. И если брать, например, ту литературу, которую действительно читает публика, мы чудовищно отстаем от таких стран, как Германия, Франция и Америка. В каком отношении? В отношении просто количества именно читаемых книг. Я даже не говорю о том, что у нас примерно в 7-10 раз меньше просто книжных магазинов, чем в Германии, например. А вы не пробовали вообще в электронном виде достучаться до своей аудитории, которая за пределами Москвы, рассеяна по огромной стране? Книжку вы не довезете в Петропавловск-Камчатске, если у вас нет огромной сети. А электронную вы в любую секунду выставили, нажали кнопочку, оплатили и получили. Например, из Владивостока. Автор Владивостока найдется, и читатель. Я имею в виду, он же и читатель. И он прекрасно заказывает через Азон, например, книжки, потому что доставка в течение недели при заказе на сумму больше 3000 рублей – это бесплатная доставка. Пожалуйста, вопрос неправильно поставлен. Альгер, вы когда начинали издать тот текст, это было ведь, насколько я помню, одно из первых. Первое, и знание живущих. Да, одно из первых. А затем появился Владимир Владимирович, помимо того, что он руководитель отрасли, он ведь один из первых воссоздателей издательской индустрии. Издатель Вавриус легендарным. Гр, это вот, это гр сидит. Гри, вы даже скажете. Гри. Это сидит перед вами. Пожалуйста. У вас были ведь тиражи невероятные. Ну, разумеется, когда мы начинали, это было в условиях остродефицитного книжного. Ну, меньше 100 тысяч тиража вообще не рассматривался. А сегодня какой средний тираж ваших визит? Сегодня от 3 до 5 тысяч. А какой тираж нормальный для прозы у вас? Ну, в среднем, да, 3-4 тысячи. Большая часть наименований у вас. 20 тысяч, когда 5 тысяч, это успех. Но, видите ли, рынок был пуст. Слава богу, я очень рад, что это время кончилось, потому что... По вашим глазам. Любой голод, любой голод, это нехорошо. Это, в конце концов, все равно будет обернется негативом при любых обстоятельствах. Любой голод. Хорошо, что много издателей, хорошо, что есть конкуренция, все это замечательно. И самое удивительное, что в связи с том, что... А куда ваш читатель все-таки ушел? Он ушел в две зоны. Во-первых, он получил возможность читать то, чего он раньше не читал. Не мог вообще. Что угодно тут. Женский роман, детектив, российский не милицейский детектив, зарубежный хороший детектив или плохой детектив, совершенно не важно. Фэнтези, триллеры не было. Этого не было. И многие читатели, оказывается, они были заточены, извините меня за это слово, не на интеллектуальную литературу, а на самом деле внутренне. Они читали Ваннигута, а... Думали про... Думали про совсем другое. Даже не хочу упоминать этих имен. Какая книжка сегодня самая переводимая в мире и издавая книга? Ну, на сегодняшний день, вот в этом году наиболее издаваемая книга, это книга Джеймса «50 оттенков серого». Она вышла вот недавно на русском языке. Победила Роулинг. В мире продано уже 50 миллионов экземпляров. По динамике она обгоняет действительно и Роулинг, и Майер, и все остальное. И самое интересное, что это эротический роман. Порно для мамы, как называют его, для Запады, на Западе. И получается, мы имеем опять некое культурное явление. Люди читают подобную литературу в захлёб. Вот. Идёт. Я очень рад за людей, которые читают эту литературу в захлёб. У меня самый продаваемый автор – это Сэмюэль Беккетт и Жан Жене. Я считаю, что это тоже замечательно, потому что продать там 20-30 тысяч экземпляров Жана Жене, это вообще, с моей точки зрения, приближается к подвигу. Я хочу, чтобы Александр Михайлович включился. Помимо экономических, там, логистических и иных прочих проблем, есть проблема, то, что среда отсутствует для такого рода литературы, что школа как-то размывает сознание людей, не фокусирует их на сколько-нибудь сложном чтении. То есть аудитория уходит. Если мы обернёмся к тем годам, мы с вами вспомним, что в то время было неприлично не читать. Было неприлично не иметь дома хорошую библиотеку. Было неприлично не читать толстые журналы. То есть, понимаете, мне кажется, что за последние 20 лет пришли к минимуму содержания образования, обязательно минимум содержания образования, привело к тому, что школа утратила одну из ключевых своих функций. Это формирование предпочтений в культуре, в поведении, в жизни у подрастающего поколения. Второй момент очень серьёзный, конечно, как издатель уже учебной литературы, на нас ложится задача, ну, во-первых, мониторинга того, что происходит с молодым поколением. И сегодня чётко и внятно мы видим, что если мы с вами варяги в информационном обществе, мы в него вошли со своими пристрастиями, сложившимися привычками и любовью, допустим, к чтению бумажной книги, то новое поколение, которое сегодня подрастает, они там аборигены. Они уже не могут жить без цифры. Стив Джобс нам оставил гениальное наследие, которое будет определять жизнь на протяжении столетий. Это та революция, которую мы можем сравнить с танком Гутенберга. Но вы идёте в эту среду или учебники по-прежнему... Я могу сказать, что на сегодняшний день мы, конечно, резко усиливаем своё присутствие на рынке электронного контента. И через три года уже начнётся не резкое увеличение продаж электронного контента образовательного, иначе мы детям будем неинтересны, а начнётся резкое сокращение в том числе и продаж издания бумажной, учебной литературы. Мы это очень хорошо создаём. Можно я задал вопрос? Насколько я понимаю, ведь одно из крупнейших книжек магазинов «Элитрес», среди прочего, и вы там присутствуете, но электронные продажи, они всё равно оказываются в этой сфере нерентабельными пока. Ну, они рентабельны, просто они не компенсируют те потери, которые мы несём на бумажном рынке. Пока. Хотелось бы в это верить, поэтому я предлагаю всё-таки давайте смотреть вперёд. Интернет действительно за последние 10 лет отнял часть наших читателей. Там проще, там понятнее, там интереснее, особенно для молодого поколения. А вот сейчас мы получили возможность воспользоваться интернетом и с помощью электронных книг, которые более доступны, в том числе и в Петропавловске, где угодно, вернуть читателя к чтению. Вот это исторический шанс для отрасли. Вопрос, сможет ли отрасль им воспользоваться. А что она должна сделать? Там большой объём работы, связанный с отцифровкой книг. Когда говорят про «Литрос», он действительно пока ещё проигрывает пиратским сайтам по количеству представленных книг. Там 80 тысяч, ну уже 8, два года назад было 30 легальных наименований. А ваши книжки там есть? Пиратных сайтов 200 тысяч. Ну, не хватает там книги, издатели очень неактивны. Не видя реальных денег, они не хотят сегодня вкладывать ущелье в то, чтобы приобретать права и предоставлять книги. Боясь этой тенденции. А если бояться, то понятно, что не сдвинется. Надо создавать новые платформы. Витрины под Android, под iOS, под другие операционные системы. Мы в сентябре сейчас запустили новый магазин MyBook, который будет работать по подписной модели. Это новое слово. Я знаю, что крупные издатели с вами не разговаривают. Одну секундочку, да. Я перебью вас. Если уж мы называем кого-то, мы должны разных даже назвать. Уже есть такой ресурс Bookmade. Его крупные издатели не очень любят. Но он есть. Там разные модели. В том числе подписки. Мне кажется, подписная. Я просто зрителям поясню. Это похоже на спутниковое телевидение. То есть вы покупаете не какой-то канал отдельный, а тарелку. На эту тарелку у вас там 100 каналов. Вы заплатили 100 рублей за вход. Условные 100 рублей за вход. И какой канал хотите, такой в данный момент смотреть. Так и с книжками. Вошли в эту библиотеку, заплатив подписной талон. И какую книжку хотите, такие читайте. Правильно я описываю? Абсолютно верно. Причем если вернуться к вопросу о личном пространстве, которое формирует смартфон. А для детей в школах это личное образовательное пространство. Вот здесь тот набор, о котором вы сейчас говорите, может, конечно, предоставить крупное издательство. Либо консорциум издательств. И здесь мы должны очень хорошо понимать, что сегодня мы входим в конкурентное поле уже международное. Вот. А, теперь смотрите. Потому что про вас ходили тоже слухи все лето, что вы тоже, хотя вы тоже гигант, так же как и СМО, что вы как-то еще в какой-то комплот с другими образовательными издательствами входите. Там тоже слияние. То есть вы укропняете монополисты здесь, то есть вы конкурируете с мировым рынком, что ли? Ну, понимаете, в чем дело. По мере развития технологий в ближайшее время уже появятся очень эффективные электронные переводчики, которые позволят тем же Персенам, Мангрохилам и так далее, Пенгвенам размещать книги в сети на разных языках. И это будет конкуренцией международного масштаба. Если говорить о том, что это дело далекого будущего, ничего подобного. Это уже есть. Если говорить об образовании, то на сегодняшний день сформирован международный рынок учебников для высшей школы. И на нем лидеры Персена, Мангрохил, Оксфорд, Юниверситет Пресс и так далее. И очень многие наши дети сегодня учатся по этим учебникам в российских университетах. Владимир Михайлович, извините, вы продолжите. У меня вот какой вопрос. Издатели, с одной стороны, открывают маленький магазин или сотрудничают с появляющимися маленькими магазинами, таким образом ищут нишу, переводят качественную литературу и держат эту высокую планку, выходят на мировой рынок, объединяются и так далее. Но проблемы все равно оставятся. Все сказали, падает интерес к чтению. Если все технологии будут работать, смартфоны, платформы Android, электронные магазины, маленькие, большие, но не будет прирастать аудитория, заинтересованная в чтении, все это будет бесполезно. С этим что делать? Ну, я вам скажу, что нас, конечно, пугает вообще структура медиапотребления подрастающего поколения. Естественно, 4-5 часов телевидения, час-полтора музыка. На чтение, вообще на чтение газет, журналов и книг меньше часа, вообще считанные минуты. Если вычинить книги, то это вообще страшно становится. Как замотивировать? Да, надо мотивировать, надо сделать чтение модным. Не лапки поднять, сказать, ну да, другая цивилизация. Чтение, конечно, нужно делать модным, не читать неприлично. Вот мы... И вам, когда очень смешная была реклама в конце весны. Да, вот мы пробуем сейчас там всякие рекламные штучки, да, для того, чтобы мотивировать молодое поколение чтению. И вот сейчас, во время книжной ярмарки, мы, конечно же, презентовали сообществу такие наши агентские наработки, как мы планируем двигаться дальше. Ну, то есть предложили такую, своего рода, такую дорожную карту, как воздействовать на подрастающее поколение. Но самое главное, что мы нашли такие молодые компании, заинтересованные, которые развиваются в области такого вот диджитал маркетинг, которые готовы провести рекламную кампанию именно в сетях. Эта кампания будет с участием того же и Литреса, и Букмейта, которые вы упоминали. Эта кампания будет направлена именно на то, чтобы мотивировать молодое поколение, подрастающее поколение чтению. Вот Александр Михайлович как раз затонул, что большие проблемы в школе, да, но я бы хотел бы добавить к существующим, что в школе не учат медиаграмотности вообще. А у нас информационный поток там удваивается уже не за 10 лет, как это было в 20 веке, да, там за год, за полтора. А нет ни программ, ни преподавателей, и вообще нет никаких образовательных гостов, как учить, ориентироваться в этом потоке. И где в этом потоке вычислить литературу, да и как ее позиционировать на первые, какие-нибудь на первые места. Значит, конечно, проблем огромное количество. Но, тем не менее, мне кажется, что право Олега Евгеньевича, говоря о том, что у нас есть шанс, есть шанс переступить определенную ступень развития, там, условно говоря, развитых западноевропейских стран. Это создание сетей, количество магазинов на душе населения, где мы сильно проигрываем. И параллельно с развитием коммуникации в стране, да, с развитием, там, скажем так, возможности доступа к широкополосному интернету в каждой деревне, отстроить систему книжной дистрибуции или систему доступа к книжной культуре страны, мне представляется, что это достижимо, достижимо ближайшие, там, пять лет. Александр, вы говорили про электронные, как-то с некоторым пренебрежением, мне показалось. Я объясню, потому что несколько эмоциональные разговоры об электронном чтении, для меня это признак такой страны третьего мира. Вот если вы попадаете в страну первого мира, условно говоря, то вы замечаете первое, что там довольно плохо с интернетом. Там не очень хорошо, как бы, в публичных пространствах работает интернет, довольно редкие места с Wi-Fi и так далее. То есть вот эта тотальная интернетизация, это признак, конечно, своборазвития довольно страны. А тем более культ всяких гаджетов и так далее. То есть если вы попадаете куда-нибудь в Юго-Восточную Азию, то там, конечно, у каждого... Видите, реакция у крупных издателей довольно ироничная. Я вполне понимаю, что она иронична, потому что, как бы, это неоспоримые вещи, как разница между контентом и содержанием. Да, вот, скажем, контент – это такое вошедшее английское слово в русский язык, которое отличается от слова «содержание». Ведь, правда? Потому что контент – это то, что является содержанием некоторой технологичной формы. В этом смысле совершенно всё равно, какой контент, но не всё равно, какое содержание. В чём пафос моей, как бы, несколько сбивчивой речи? Дело в том, что мне кажется, что вопрос о том, что будет с чтением и с книгами, нужно ставить как вопрос не отдельный, а связанный с общей ситуацией нашего гражданского общества. Книга выполняет функцию, которую можно назвать человекообразующей или социо- или градообразующей функцией. Потому что одновременно с книгой и с культурой чтения возникает кафе. И возникает то, что... А как быть, что... В России, к сожалению, нет огромной проблемой. А какой же град образуется всеми оттенками серого, если объективно, действительно нравится нам это или не нравится, это самая читаемая книга в мире? Ну, послушайте, Кока-Кова – самый употребляемый напиток в мире. Но это, по сути дела, не в каком-то уровне анализа, который я сейчас предлагаю, ничего не означает. То есть, этим можно пренебречь. Этим не могут пренебречь только люди, которые воспринимают книгу не как источник знания, а как источник зарабатывания денег. Если мы понимаем чтение в терминах контента и чистой коммуникации, и информационного еще такого пола, то нам никак из этого кризиса чтения не выскочить. Потому что книга играет роль, очень важную роль в формировании публичного пространства. Публичное пространство лишено брендов и логотипов. То есть, никакая крупная корпорация в публичном пространстве присутствовать не может. Как и мелкая, впрочем, тоже. Я абсолютно согласен, Саша. Конечно же, независимое книгоиздание, независимые книжные магазины – это элемент среды городской. И, в общем, Москва, к сожалению, большому еще пока в этом смысле не Париж. Но, тем не менее, с приходом новой московской команды, созданием нового московского министерства культуры, те идеи, которые мы пробивали безуспешно в 90-е и 2000-е годы, о том, чтобы создать определенную среду, такую комфортную среду для книжников. Вы имеете в виду летние фестивали, продажи книг под открытым небом, парки культуры имени Морикова? То, что и пределяет, то, что и пределяет. То есть просто количество магазинов на тысячу городских жителей, да. И в этом смысле Москва стала отзывчивой, она скликается на многие предложения. А как всех остальных убедить? Вы знаете, нужны пилотные проекты и потом их... И предъявить результаты. Ну, конечно. Но они должны быть, как бы не хотелось нашему глубоко уважаемому Александру Теренчичу признать, ну, так устроен мир, да, что он распространяется, все распространяется легче путем брендирования. Если есть бренд, там, книжный город, так этот книжный город можно апплицировать к любому другому областному центру, да. Можно я перебью? Мне кажется, что мир организован по-разному. И, например, что мы получили за последние годы? Мы получили фактически уничтоженную книжную топографию Москвы и Петербурга. Потому что там... Вы имеете в виду последние 20 лет, наверное, да? Ну, 20, да. Нет уже знаменитых магазинов у китайской городской стены, там продаются бенфли, да. Это же бесспорно. Нет и так далее. Но мы прошли революцию. Эту среду надо восстанавливать каким-то образом. Прага лишилась всех книжных магазинов в центре. В Варшаве вдруг остался один. Это не так. В Варшаве... Они начали повторно возрождать... Можно я скажу? Не восстанавливать, а создавать заново. Восстановить вы уже не сможете. Коллеги, у нас дискуссия ведется вокруг того, как было и как бы здорово было это воссоздать. А мир-то кругом у нас другой. И вот когда мы говорим о портрете сетевого пользователя сегодня, человека, живущего в сети, он имеет возможность за счет разных инструментов формировать свои предпочтения. Он может повысить свои профессиональные компетенции. Он может себя представить в сети. А если у него нет внутренней мотивации для чтения, что с ним делать? А когда мы разберемся, а что такое чтение? Вы убьете пиратов. Вы обеспечите законодательно преимущество для книжных магазинов. Вы выйдете в App Store, в Android и т.д. А если он не хочет читать, чего делать-то с этим? А он хочет читать и оттенки сервис. Давайте понимать, что он хочет читать интересные книги. Конечно. И это вопрос. Каждой капли книг, каждой отдельно взятой книги, которую люди с интересом читают, и накопительный эффект, который реализуется. Каждая отдельная книга, собственно, надо вернуться к истокам, что издатели должны издавать хорошую качественную книгу, хорошую литературу, хорошие детские книги. Коллеги, у меня простой вопрос. С точки зрения читателей, для меня как читателя имеет значение, где вышел Терехов, Быков, Прилепин, Джонтан Литл или Улицкая? Давайте все-таки вернемся к читателю. Я думаю, имеет. Я думаю, имеет. Почему? Ну, если мы берем совершенно наивного читателя, то это... Не совершенно. Ну, чуть более рефлексирующего, чуть более ориентированного знания читателя. Конечно, для него имеет значение контекст, в котором вышла та или иная книга. Потому что, если вы попадаете, например, в контекст издательства Эксму, то вы видите, что книга о консервировании, или книга о бизнесе, или книга, например, Улицкой, издана в одном контексте. То есть, этого контекста просто нет. А как вы чувствуете, как читателя? Я заказываю себе книгу по интернету, прихожу в магазин, я иду за книгой Улицкой или за книгой Терехова. Вот мне хочется купить книгу «Немцы». Ну, потому что интернет-площадки типа «Литреса» организованы как огромные склады. Я хочу купить его немцы, я беру эту книгу с полки. Откуда вы о ней узнали об этой книге? Ну, слава богу, у нас сегодня с коммуникацией не так плохо. Нет, вопрос... Откуда вы узнали, что это важная книга? Допустим, вы читатель, нет ни вашего уровня. Я прочитал «Каменный мост», я хочу купить книгу. Смотрите, можно проведу одну аналогию. Вот есть массовое производство для творения запроса массового потребителя и самого широкого спроса. А есть вот понятие такого элитного бутика. То есть, вот маленькие издательства, они формируют своеобразные такие бутики, я их очень люблю. Я думаю, что очень многие зрители точно так считают. Это массовая культура и вообще апелляция к массовой культуре. А мы не говорим о массовой культуре. Нет, вы только что о ней сказали. Просвещение не может быть продуктом или производителем массовой культуры. Мы отражаем запрос общества и удовлетворяем интерес общества и ребенка. Тогда можно я доформулировать вопрос? Да. И Ольга тоже хочу, чтобы включился. Александр, то есть, пока вы издавали... Сейчас я обострю, да? Пока вы издавали Сорокина. Сорокин был элитарным писателем, который находился в своем собственном контексте, в контексте такой европейской андерграммной литературы. Как только он перешел в издательство Астриль или там СТ, он превратился в другого писателя. Я думаю, он остался элитарным писателем. А тогда в чем? Правильно я понимаю, что вы говорите о том, что рассказ, условно говоря, Александра Кабакова, опубликованный в Эсквайре, будет отличаться от рассказа Александра Кабакова от опубликованного «Вокруг света». Ну, если вы... Это другой контекст, правда ведь? Я скажу так. Один и тот же. Книга Александра Кабакова, продающаяся в магазине «Фаланстр» или «Петровский», это другая книга, абсолютно на другого покупателя, на другой тип чтения. Понимаете? Я вот опять попытаюсь вернуть вас к читателю. Мы должны создать для него условия или возможность диалога с интересным автором. Я думаю, что это условие для высказывания очень верно. Абсолютно очевидно, что мы должны думать об интересах читателя, а не об интересах тусовки, которая издает часть книг, ну, на самом деле, представляя не более 1% наших читателей. С одной стороны. С другой стороны. Ну, вот когда говорят «большие издатели», «маленькие издатели», ну, надо разобраться в существе вопроса. Сегодня любое крупное издательство, в исключении учебных издателей, там своя специфика, организованы как ряд небольших редакционных издательских групп, которые работают по достаточно узкому спектру литературы, ориентируясь на интересы читателей, будь то интересы потребителей кулинарных книг или путеводителей, или там господа Качалкина у нас работает с современной прозой достаточно профессионально, занимаясь только изданием книг. Она не занимается административными вопросами, вопросами реализации. Для этого в издательстве есть другие люди. И издательство так организовано, и за счет этого оно достигает успехи и лучше доносит книги до своего читателя. Потому что сегодня Александру, являясь директором маленького издательства, приходится заниматься всем. И административными вопросами, и налоговыми вопросами, и финансовыми вопросами, и продажами. И, конечно, так и руки не дыруем. Мне кажется, что Елена Шубина, которая из Вадриуса пришла в ИСТ, она пишет бумаги, которые обсчитывают... Елена сегодня занимается только подготовкой книг, в первую очередь. Но думает о продаже. Она думает о читателе. Просто я... Редкий случай, я хочу сказать, когда я не согласен с Ашей, согласен с Олегом. Окружающее пространство на меня не действует. На меня действует сама книга. Ее переплет, который нравится мне или нет. Ее содержание, фамилия ее автора, и так далее. Весь комплекс причин, по которым эта книга продается или не продается. Так что я не вижу вообще никакого серьезного противоречия здесь вот в этих выступлениях. Но точка зрения Олега мне ближе. Смотрите, небольшая реплика по поводу реплики Олега. Дело в том, что если бы было все так правильно в большом издательском бизнесе, то возникает вопрос, почему после кризиса 2008 года большой издательский бизнес, потеряв вот эти крупные книгопроводящие сети, почему он так агрессивно идет на тот рынок, который раньше представляли только независимые магазины, независимые книжные ярмарки. Например, ярмарка «Нонфикшн» гораздо более эффективна сейчас, чем ярмарка на ВВЦ. С какой точки зрения? Ну, просто с точки зрения продаж, количества публики, интереса публики, публичного интереса, когда я говорю, публики везде очень много. Это все разные. Вот, Саша, это наши с вами. Давайте не передергивайтесь. Масштабы в смысле высоты стендов разные. А в смысле как бы... Вот у меня такое ощущение, что... Коллеги, у меня есть все людей, которые приходят. Бессмысленный спор. В том смысле, что, конечно же, маленькие издательства являются движителями в определенном смысле прогресса, да. Это такой, знаете, важнейший элемент передачи гинокода из 18-го века в 19-е, из 19-го в 20-е, из 20-го в 21-е. Сохранение, поддержка маленьких издательств – это, опять же, в определенной степени функция государства. Что мы и делаем? Мы запустили программу, государственную программу поддержки книгоиздания, ориентированную в основном на маленькие издательства. Почему? Потому что это естественный такой отбор. Начинающие авторы, молодые авторы становятся популярными в маленьких издательствах. Потом их перекупают. Они ищут... Ну что, у большого издательства нет возможности таким вот экспериментальным образом работать. Но в виде исключения это большие издательства тоже делают. Но это не сестер. Это в большей степени в виде исключения. У большого издательства зато есть другая возможность. Например, выдавить маленькое издательство с сетевого книжного рынка. Вас выдавили? Ну конечно. Потому что в новом книжном, например, у вас есть определенный лимит. Если вы выходите за этот лимит ежемесячных продаж, то у вас сокращаются позиции, которые заказываются. То есть задача заключается в чем? Понять, что большой бизнес – это бизнес, построенный на том, чтобы переложить все издержки бизнеса на малый бизнес. Понимаете? Почему богатые богатеют, а бедные беднеют? Не потому что Олег Новиков такой талантливый издатель. А потому что у него очень четкий расчет, связанный с тем, чтобы все издержки, это началось с типографских издержек, когда, чтобы войти в типографию, которая акционирована, например, крупным бизнесом, нужно было переплачивать за услуги. За счет этой переплаты себестоимость книг большого издательства становилась ниже. Разговор театральных деятелей, значит, деятелей Шубин. Я просто говорю, а тут... Дайте свободу, дайте нам рынок. Не дайте свободу. Я опять со Сашей, не до конца согласен. Я тоже работаю с новым книжным, все нормально. Хотелось бы лучше, но все нормально. В электронном пространстве проблемы нет. В электронном пространстве проблема маркетинга еще более актуальна, потому что там тоже нету ритейлеров, но там надо уметь представить книгу, уметь донести информацию о книге до читателя, уметь ее продать, определить цену. И завтра Саша также скажет, что мы и в интернете задушили, не дали, не пускаем. Но там гораздо легче преодолеть монополизм. Надо ориентироваться на интересы читателей, и тогда все будет в порядке. Но я вас верну, что в интернете пространство уже не ограничено национально границами. Оно уже международное. Я с Олегом абсолютно согласен. Другой маркетинг, другие усилия издателей. И мы сегодня должны в большей степени об этом говорить. Я хочу вернуться в бумажный киев. Моя любимая бумажная киева... А вы от нее никуда и не уходили. Ключить торшер вечерком и, так сказать, полчасика потратить на неспешное чтение. Я уже разницы не вижу. Мне нравится шелест бумаги и запах бумаги. Таких людей очень много. Вот в чем дело. Как только понял, что у него увеличивается шрифт, и можно загрузить 5000 криптов... Давайте не будем это игнорировать. Более 400 миллионов ридеров продано в нашей стране за последние два года. Замечательно. Да дайте Ольге вам сказать. Замечательно. Долларов за каждый ридер тратят и хотят читать. Это же здорово. Давайте их поддержим и поможем. Допустим, в Бразилии сейчас идет программа, чтобы каждый ученик школы имел айпад. Да, это правда. Но не надо уже... А что за слухи? У нас собирались в Англии строить завод по производству ридеров для школ российских. Был такой проект? Ну, это проект Роснано, пластик лоджик, и проект, который опробировался в российских школах в прошлом году. Откровенно говорю, у меня с самого начала было очень скептическое отношение, потому что дети ответили сами. А говорят, какая разница, я открываю вот этот ридер, включаю, а у меня там бумажный учебник, и ничего, собственно, другого нет. Поэтому ридеры, конечно, в этом плане, с точки зрения образования, они перспективы не имеют никакой. На сегодняшний день мы должны четко понимать, краткосрочная перспектива развития образования – это планшет и смартфон. Планшет будет разрешен с анпином, поэтому более массово. А на самом деле мы с вами живем со смартфонами, которые позволяют решить любую жизненную задачу уже сегодня. Спасибо. Агерт, гарантирую вам завершение данных. Вот здесь бумажные книги. Вот опыт книжной ярмарки, в том числе и только что прошедший, свидетельствует о том, что предположение о том, что бумажную книгу покупают люди, ставшие 70-80 лет, глубоко не верен. Большинство покупателей… Нет, мне далеко до этого я покупаю… Большинство покупателей, которые приходят на стенд на книжной ярмарке, в основном, на стенд моего издательства, это большая часть студенты или люди околостуденческие, или вообще люди из академической среды. И они довольно активно, они знают, они следят, они смотрят. И хотя все это можно, пиратский контент всего, что мной известно, все можно за 15 минут скачать откуда угодно из 100 источников. Ничего с этим сделать? А вы не пробовали, Барни? Пробовал, пробовал. Некоторые сообщают, да-да, спасибо, что нам известили, мы этого не знали, мы тут же снимаем. И снимают. Некоторые говорят, пошли вы к чертовой матери, мы зарегистрированы в Эквадоре и плевать хотели на ваши правила. Ну, хорошо, да. На этом переписка кончается. Перестал я это делать, это бессмысленно. Если бы было один, два, три таких, их десятки, сотни, я не знаю сколько, бесконечное количество сканет, все кем-то работает. Ну, бумажные книги. Ну, теперь бумажные книги. Бумажными книгами есть по-прежнему, значит, имея в виду вот эту вот среду, которую эти книги читают, и наш личный опыт, скажем, кратких выездов в провинцию, где люди хотят купить эту книгу, ну, университетские, скажем, люди, ну, то, что были раньше мединституты, все стало университетами, они хотят купить эту книгу, они не могут, они не могут купить ее в Калуге и в Орле, не надо далеко, не надо... А кто приводил пример книжного магазина, который можно заказать на 3000 рублей? Это надо заказать на 3000 рублей. А у преподавателя вот этого или студента, у него нет 3000 рублей, он хочет заказать одну книгу, ему нужна одна книга, две книги максимум. А тут встают два вопроса, которые могут решиться только государствами. В России то, что я отдал Доню, все время одно и то же. В России нет системы дешевой почты для книг, которая есть во всем мире. Я всегда говорю, у меня сын одно время жил в Соединенных Штатах, когда мне нужно было послать ему книги в Соединенные Штаты, я ехал на французскую книжную ярмарку, брал с собой портфель, мешок книг, и оттуда ему посылал. Это мне обходилось в пять раз дешевле, чем я послал бы их отсюда из Москвы. Тоже из Москвы в Владивосток послать книгу, что это дашит очень большие деньги. Во всем мире есть специальные льготные почтовые тарифы для книг. Ставят printed materials, ставят штемпель, сверху на почте прямо он есть. Печатные материалы и вперед, по низкой цене. Это первое. Второе, это библиотеки. Конечно же, как в Соединенных Штатах, когда я спрашиваю у издателей в Соединенных Штатах, ну и кто читает эту вашу интеллектуальную муть, которая мне лично очень интересна, они говорят, ну мы этого не можем знать, потому что большинство техники продаются через библиотеки. Библиотеки – это движители американского книжного рынка. Ничего с ними поделать. А в России что? А в России? В России пока не так. Для меня другая, извините, про Россию, они их сильно финансируют. Почему в библиотеке сейчас закупают компьютеры, но не закупают тот же самый электронный контент? Почему в каждой библиотеке не могут положить десяток ридеров, которые сегодня стоят 3000 рублей, ну при таком масштабе, да, наполнить их контентом? Мы это предлагали библиотекам, министерству культуры. Они не понимают, о чем мы говорим. Ну в Москве, насколько я понимаю, сегодня обсуждается создание сети библиотеки. И рынок электронный развить, и библиотеки наполнить контентом. 100 тысяч контента на ридере удобно, открыто. В чем вы правы? Конечно же, вот вы болезненные места обозначаете. Проблема с Почтой России. Серьезно, проблема с Почтой России. То есть книга не социальный для них товар. Цена на книгу такая же, как цена на, я не знаю, косметику. Да, и стоимость пересылки примерно равна стоимости книги. Больше, больше, до Владивостока это две цены книги. Вот, особенно, понимаете, с нашей территорией мы не можем себе позволить отправлять книгу по такой цене из одного региона в другой. Значит, дальше сталкиваемся с законом о почте, с почтой как гупом, необходимостью проведения там определенных... А с библиотекой мы упираемся в закон о муниципальных дарах. Вы не можете федеральные программы, потому что у вас страна разрублена. Федеральных библиотек всего девять. Из них там две национальные, семь федеральных. Все остальное, извините, это губернатор, либо мэр, либо районное. Все право. А что делать? Ну, что делать? Опять, понимаете, вот как и с книжными магазинами. Можно там наверстывать упущенное, а можно перейти на новый совершенно качественный уровень взаимоотношений с библиотеками. Да, и здесь, конечно же, это агрегаторы книжного контента. Это только по-русски. Что это такое? Вот. Ну, те компании, которые договорятся с издателями и будут предоставлять для библиотек вот библиотеки, может быть, это будет библиотека классики, или библиотека современной литературы, или библиотека учебников. Но, тем не менее, мне кажется, вопрос, вокруг которого мы ходили, вопрос об аудитории, мотивации к чтению, он все равно остается ключевым. Потому что и бизнес-задачи решаемы, и государственная политика выстраивается. Ну, не надо через пень колоду, но все равно выстраивается. И маленькие ссори с большими создают поле напряжения, в котором интеллектуальные стратегии вырабатываются. Но ключ, мне кажется, к этой проблеме... Я понимаю, что к тем 100 тысячам начального тиража для интеллектуальной литературы, о которых помнит Альгерт Липкин, мы уже не вернемся. Дверну, Руслана, мы издали 250 тысяч. 250, им стояла очередь. Но, тем не менее, говорить, что 2-3 тысячи – это нормально, тиража для прозы 3-4, мне кажется, неверно. И следующее поколение надо заново увлекать. Я просто уже подвожу потихонечку черту, что, например, возможно. Во-первых, нужно запретить слово «этого не может быть». Вот это выражение. Нельзя рекламировать книги. Почему нельзя? На современном языке, который понятен молодежи, невозможно о книгах говорить. Почему нельзя? Я показываю своим студентам разные типы рекламы книг. И смешные бывают видеорекламы. И очень серьезные. Мультфильмы, которые для видеопоколения подчас понятнее, чем слова, где книга оказывается главным героем, и которые смотрятся просто с замиранием. Все возможно. Буктрейлеры. Простите меня, пожалуйста, Александр Терентьевич. Буктрейлеры. Переведите. Краткие версии, рассказывающие основное содержание и привлекающие внимание к большому тексту. Ну, просто в какой-то момент в Америке был доклад библиотеки Конгресса, в котором говорилось примерно следующее. Никто не доказал, что без книги и чтения жить нельзя. Но это выбор наш. Мы хотим читать, потому что нам приятно. Потому что читать – это здорово. Потому что читать – это значит проживать такую жизнь, которую ты не проживешь ни при каких других обстоятельствах. Мы хотим читать, мы будем за это право бороться. И, между прочим, кое-что сделаем. Спасибо вам за этот разговор. Я надеюсь, что и маленькие, и большие будут на книжном-то рынке... Пусть расцветают. Расцветают. Ну, 100 цветов. На 100 цветов места, может, и нет, но 50 точно будет. Спасибо огромное. До встречи с книгой. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова